МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам жителей четырехэтажного дома, двое из погибших проживали в подвальном помещении, они обустроили себе там жилье. Третий, вероятно, пришел в гости. Причины пожара пока неизвестны. Улицы Скрябина и Шухевича появились в городе Кодыма, что на севере Одесской области. В рамках закона о декоммунизации там переименовали 29 улиц, 4 переулка и 1 аллею. Так улица Парижской коммуны получила имя лидера группы Скрябин. Такое наименование предложила активная молодежь райцентра. К слову, улиц с таким названием всего три в Украине. Намагались враховать все смоки и все возможности и все зацикавления людей. Это и патриотичные какие-то назвы, и подии, связанные с Майданом, также отмечены. И каждая историческая эпоха Украины также выображена в этих назвах и основники города Кодыма, и вы значительные действия города Кодыма. Ну и кроме того, в Кодоме переулок Маяковского назван в честь героев Небесной сотни, Комсомольский переименован в Смолен, в Симоненко, а Красноармейский – в Шухевича. Ну а главная улица Ленина теперь Соборная. Напомню, что закон о декоммунизации вступил в силу в мае 2015 года. Она стала заложницей собственной квартиры. После несчастного случая 10 лет назад пенсионерка Валентина Николаевна еще ни разу не выходила из дома. Пока социальным службам нет до нее дела, женщина вынуждена радоваться просто открытому окну. Пообщалась с ней наша Яна Алиматова. Валентина Николаевна уже 10 лет заложница своей квартиры. Она инвалид первой группы. Вот за это 10 лет у меня все. Кровать распалась, матраса нет, ничего нет. Пол провалился, вот видите, все такое. Больше всего Валентина Николаевна мечтает подышать свежим воздухом. Но пока о прогулке ей остается мечтать. Пенсионерка только радуется, что потеплело. Теперь она может открыть окно и проветрить небольшую комнату в Хрущевке. А справляюсь вот так. Кто-то мне поможет, там, мои сотрудники. Когда мне нечего кушать, они мне присылают еду. Простые бытовые нужды для пенсионерки тоже недоступны. Ее же личные условия совсем не приспособлены хотя бы для того, чтобы женщина могла помыться. Поскольку коляска никуда, проемы очень узкие и нет доступа ни на балкон, ни в ванную комнату. Вот, это все в одной комнате. Здесь и мыться я не могу, потому что нет доступа туда, нет въезда. Валентине Николаевне помогают сыны, иногда волонтеры. Но даже с посторонней помощью она никак не сможет попасть в ванную комнату. Просто не позволяет ширина дверного проема. Хотя бы уже доползти до этой ванны хотя бы. Ну вот один раз я принимаю ванну. Потому что туда же нужно меня занести, как говорят, и замочить меня. Нет доступа никуда. И ползать я не могу, чтобы выползти на балкон. Жду лето, весну, чтобы подышать воздухом возле окошка. О помощи пенсионерка просит уже давно. О чем тут говорить, если инвалидность женщине выписали только спустя два года после того, как ее парализовало. Сын женщины Александр ходит по кабинетам постоянно. Но в соцслужбах всегда отвечают одинаково. Денег нет. То у них есть, то подождите, то потом, то в очередь. И так вот. Там футболят, там футболят. Когда есть у них, когда нету. Но в большинстве нету. Нарушены, во-первых, ее конституционные права. И ее права как человека с инвалидностью. Сегодня на Лонжероне обещают установить новые деревянные скамейки и столики. Об этом нам рассказали в мэрии. Занимается благоустройством КП Лонжерон. Напомню, бетонные столы и лавки исчезли вчера. Они простояли на набережной больше 40 лет, после чего их снесли коммунальщики. Ну а тем временем одесситы продолжают присылать свои тексты на почту Седьмого канала и участвовать в конкурсе от мецената Однана Кивана. В свою очередь наши медиа-эксперты уже смогли знакомиться с первыми работами, а их несколько сотен. Заслуженный журналист Украины Марина Жуковская отметила, что уровень очень высокий. Мы вот уже живем в такой творческой атмосфере. В России приходит очень много писем и очень радует уровень и содержание этих работ. Люди действительно раскрывают свои лучшие душевные черты и качества. Ну а я напомню, что мы ждем ваши тексты о любви к Украине, ликах войны в Сирии и о любви к маме. Количество слов не более 99. Все работы должны соответствовать заданным темам. Сегодня очень много творческих конкурсов, но это такой конкурс, в котором возможность проявить себя свои лучшие творческие качества, которые сегодня, к сожалению, кстати, не всегда и не всеми востребованы, и получить за это такой существенный приз. Напомню, что наши медиа-эксперты выберут 33 лучшие работы. Победитель определится в прямом эфире седьмого канала методом жеребьевки. Счастливчик получит невероятный подарок от лучшей строительной компании нашего города Кадор Групп – однокомнатную квартиру в центре Одессы. У вас есть время до 10 апреля. И пока на этом все. Если вы хотите помочь нам составить информационную картину дня, звоните в редакцию по телефону 726-3226. Увидимся в 16 часов. Оставайтесь на седьмом канале и будьте в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова